Девушки отдыхают 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 peugeot сейчас ну и мы с вами я думаю что еще обо многих поговорим и андреас миккельсон здесь есть также пергонор андерсон который ранее выступал на suzuki и здесь есть пауло андреучи интересный итальянский пилот четырехкратный чемпион италии так что конкуренция невероятно высока здесь о каждом мы поговорим подробнее думаю что повод у нас естественно будет правда нам нужно будет прерваться на короткую рекламу мы вспоминаем стартовую церемонию будем так вот представляли юхо хани и на очень эффектно пауло андреучи здесь конечно же итальянская территория хоть островная и он чувствует особый подъем после рекламы вернемся обратно в эфир телеканала евроспорт интернешнл и мы снова с вами на сардинии пока мы с вами видим пейзажи и такие разные архитектурные сооружения совсем недавно нам с вами показывали и берег которые называют изумрудным берегом действительно особого цвета а изумрудного цвета здесь вода она и а бурку читинкая это турчанка и мы видим как она завершала первый спецучасток в первой десятке несмотря на то что пробила заднее левое заднее левое колесо и затем естественно она была разрушена но тем не менее экипаж принял решение не останавливаться на замену а доехать спецучасток хотя он был достаточно длинным тем не менее а бурку читинкая и сисьек гюнар сисьек ее штурман решили доехать до конца и этом им удалось и вот что было здесь на финише посмотрите но с ужасом состоянии естественно колесо после пробоя нового смотрим с вами и другие яркие моменты пока до старта спецучастка под номером 3 остаются почти 10 минут торрентин и занелло у итальянский экипаж и мы видим как они прибывали на финиш паш выступает на пижо и тире нойвель николя клинжер это а бывший штурман николя вуёза теперь вместе с тире но и верим бельгийским пилотом выступает на в рамках одного и того же экипажа и вот и николя клинжер сейчас помогает тире нойвелю это молодое одарование которое было найдено благодаря о программе которую в прошлом году а проводила совместно с командой кронос шинная компания бф гудриш и вот они нашли его а бруно моголяешь конечно же далеко не новичок и в серии арси вообще в европейском чемпионате в орале и бруно моголяешь а здесь несмотря на то что страдал из-за перекрева тормозной системы что в общем то не мудрено на таких трассах все таки завершил дистанцию хотя говорил что ноу-брейкс абсолютно да вот не было никаких тормозов франц уитман который приехал сюда это австрийцы выступает он в этом сезоне на пижону во первых это автомобиль теперь категория супер 2000 и в равных условиях франц уитман находится потому что до этого выступал на автомобиле группы на автомобиле лансер ну или ралли арт лансер эволюшн 9 который чуть превышает ну не чуть она 200 килограммов это достаточно весомо превышает вес автомобилей категории супер 2000 и вот мы видим здесь армии на трилот на субару и субару уже в конце прошлого сезона присоединилась к чемпионату сначала это был тестовый формат когда автомобили не набирали очков затем уже в заключении сезона они набирали очки полноправные участки и вот этот момент посмотрите ажи после замена колеса начал двигаться и вот несся как раз так потому что должны были конечно посмотреть должен был экипаж себастьяна ажи и штурман его тоже должны были обратить на это внимание потому что приближался по моему там не было такого что он вылетал из-за поворот и можно было увидеть опасно было достаточно но благо юха ханин который стартовал следом за себастьяна мазье все-таки сумел избежать столкновения а паула андреучи и его штурман анна андреуси они практически однофамильцы можно так сказать выступает вместе уже четвертый год 2006 года крис микка и а пола нэйджел проклятие первого номера вот как это называется это было с николяву юзом это сейчас происходит и с крисом микком который до выигрывал в этом сезоне одно ралли но турали на которой приехали далеко не все это было в бразилии и вот мы смотрим камеру которые с камеры который берет флайм финиш и сейчас уже в зону где можно останавливаться мы сейчас учим уроки того как нужно стартовать как не просто стартовать первыми на трассе очень очень скользко и у ажи случилась неприятность говорит крис миг но это еще не все неприятности которые были на первом спецучастке далее мы с вами видим я на капецкий сразу вам скажу про гайвилкс и я не знаю будет картинка или нет пока мы с вами видим шкоду я на капецке капецкий и юха канин основные две надежды но гайвилкс который присоединился к ним выступает на шкоде тоже очень важный пилот практически ничего не видно говорит ян капецкий очень сложно определить характер поворота визуально просто нужно байка не понятное дело что ориентируется на стенограмму а пилоты но это же визуальный момент присутствует и здесь очень очень сложно потому что полный пыли приходится идти ну вот в таком порядке завершили первый спецучасток пилоты если говорить о позициях то капецкий его выиграл крис миг отстал на 19 да не простите на 4 секунды разница совсем небольшая затем андреучик первой тройки ну и далее два финна ханинин и тему арминин пока мы с вами видим перегон ли озон готовится на автомобиле к тому чтобы в свое время прибыть к месту старта потому что у каждого но естественно свою не раньше не позже по помимо того что идут спецучастки идет еще и основная часть гонки тоже требует до перемещения в перемещение на перегонах тоже требует точности и приехать раньше вместо старта это намного хуже даже чем опоздать по финализации а ну что ж мы с вами вспоминаем в каком порядке завершили пилоты первой спецучасток а после рекламы конечно же вернемся ну вот мы с вами снова у места старта вы видите что здесь собираются постепенно участники ну в общем-то маршал все кто обслуживаются судьи но суде не отвлекаются участников есть пару минут окну кого сколько чтобы размяться и мы видели с вами сейчас с камерой который установлен на вертолете вертолет слава богу обслуживает это очень важно для нас а монтегригин и такара которая дала название спецучастку достаточно протяженному 28 километров 660 метров а вот вы видите что здесь как раз таки подъем в гору и спуск предстоит через полторы минуты стартует первый экипаж и на старте уже находятся фактически юха ханнин очень непросто было для юхи ханнина а про гайлокса скажу что после его авария он находится в госпитале куда был транспортирован на вертолете у филопуга все хорошо он не травмирован но вот поясничный отдел беспокоит гайлокса и он жаловался на поле поэтому сейчас он проходит необходимое обследование рентгеновская не потом уже будут даны мне все комментарии врачей о том будет ли нужно время чтобы восстановиться перед следующей гонкой она пройдет в конце июня ну вот ведь относительная влажность практически не никакая 27 процентов до 30 градусов разогрелся воду воздух у нас и утром было плюс 22 сейчас чуть больше сейчас плюс 30 но естественно потому что а мы все-таки ориентируемся с вами на среднеевропейское время которое от которого нужно отнимать два часа относительно московского и сейчас любом случае то было раннее утро сейчас уже один не в самом разгаре 12 дня фактически но если говорить о прям старте спецчастка то он намечено с вами был на 12 05 по местному времени это время старта первого экипажа естественно монтегригин и спецчасток идет в маршруте под номером 4 но фактически из-за отмены 1 из-за отмены супер спешила он у нас под номером 3 с вами нам нужно ориентироваться вообще если говорить о сегодняшних планах этого ралли это общая протяженность маршрута 110 километров если брать только спецучастки если говорить целиком то это практически 600 километров 596 километров нужно проехать пилотом потому что не забывайте о том что они проходят спецучастки с красной участке они еще перемещаются на перегонах от одного спецчастка к другому в том что нужно заправляться о том что нужно достигать зоны сервиса производить сложные автомобили если нужно ремонт и естественно все это достаточно достаточно много сил отнимает помимо не говоря уже самих спецучастках ну и завтра день будет чуть короче но плотность спецучастков будет больше и мы видим что юха ханнин готовится и вот он стартует давайте послушаем как работает экипаж ну вот вы слышали сейчас я думаю что даже не обязательно быть специалистом финском языке конечно было бы неплохо да я не понимаю финского но для того чтобы окунуться в это раль того чтобы получить ощущение полностью со всеми звуками которые мы получаем это необходимо необходимо немного послушать хотя бы то что происходит внутри даже если вы и мы не понимаем финского языка и юха ханнин объясняет нам все на языке ралли достаточно доступно вы видите что сейчас пока это пологая секция затем начнется подъем в горы ну и после того что здесь горы достаточно такие высокие до 1800 метров над уровне моря они возвышаются вообще надо сказать что молодцы организаторы за то что они перенесли гонку с северной части и распространили ее по всему острову можно им сказать только большое спасибо тому как стартовала гонка в кальере кальере ну вы знаете по футбольной команде наверное кальере известен вам вообще они продвигаются и сейчас симаксис следующий следующий сервис парка ждет симаксис скорее на западе острова находится в любом случае они будут постепенно продвигаться потому что раньше это была только северная часть порта черва вы видите что ралли в общем по большей части крови на и но носят местами смешанный характер потому что асфальтовый кусок все-таки присутствует естественно по спецификации машина абсолютно точно подготовлены по гравийным запросам до запросам гравийных от раз адаптирована именно крови и крис миг если говорить о смешанном по настоящему этапе это будет ралли сан рэма но мы попозже с вами вернемся к этому давайте посмотрим как стартует чемпион крис миг и его ирландский штурман поля нейджел но пока не мы не получаем звуков к сожалению и не слышим как переговаривается экипаж и не слышим как по полной джелл читает синаграмму достаточно интересно потому что в разных странах используется как правило разные системы у британцев как правило отписательная но в общем слушать всегда интересно юхо ханин маркула финский экипаж ханину здесь важно взять очки ну вот и вот это начало начало спецучастков эти же такие трамплинчики присутствует нужно их пройти достаточно аккуратно потому что если не дай бог какой-нибудь пробой в начале спецучастка потом 30 километров с этим ехать или останавливаться для того чтобы менять колесо вот вы видите что в пыли сейчас находится юхо ханин это очень осложняет видимость естественно это осложняет ориентацию пространстве а здесь вправо влево если ты чуть ошибся да то это чревато это чревато и здесь мы с вами наблюдаем что конечно подъем вот юхо не сейчас идет по поводу камней которые уже стали неприятными моментами на пути пилотов конечно же без этого не обходятся и правое а были достаточно драматичным был старт этого ралли а себастьяна и мы с вами видели что он пробил колесо а затем у него начались проблемы с перегревом в общем-то не избежали этой участи и пир гуннер андерсон который сейчас перед вами и бурко читинка я и антрес мигельсон вообще у него там была совсем большая неприятность и так пир гуннер андерсон выступает здесь на ралли арт автомобиль группы н чуть тяжелее особенно естественно будет вес чувствоваться в подъеме но и на спуске тоже будет чувствовать потому что тяжелый машина сложнее останавливать поэтому конечно же когда речь идет о таких вот ну вес всегда имеет значение да но когда идет речь о таких вот гонках горных то конечно же его значение и возрасту возрастает еще больше вот это ветряная электростанция так вот необычно она выглядит так вот техногенный пейзаж как техноги техногенное нечто вписанное в пейзаж достаточно красивых холмов а мы сейчас смотрим с вами промежуточные моменты и миг пока проигрывает ханини но она отсечки промежуточной отсечки в четыре с половиной километра юг ханини маркула продолжает свой путь а пер гуннер андерсон стартовал я думаю совсем скоро мы получим с вами картинку необходимую пир гуннер андерсон выступал в чемпионате мира w rc и в общем то является чемпионом джуниора w rc вот когда же нам дадут картинку с первым гонором а со шведским пилотом мы мы сможем на него посмотреть уже в полной мере времена будут стать и чуть все по быстрее чем во время первого прохождения потому что трасса уже расчищена от более крупного края который всегда на ней находится крис мика полный джо нет спире фир гуннер андерсон все-таки графика была изначально прыгнула откуда из ниоткуда а пергуннер андерсон вот мы сейчас с вами видим что он будет будет стартовать пока шведский экипаж андерсона и фредрикс она ждет соответствующей команды взрывается его эвик с места пергуннер андерсон выступал составе заводской команды suzuki но он именно на suzuki swift выиграл чемпионат юниорский в 2004 году но потом когда свифт не свифт а suzuki запустили программу уже автомобилей w rc помните что эта программа не стала уж очень успешной на suzuki sx4 которая в общем-то проявила себя как и достаточно проблемный автомобиль хотя тем не менее в очки попадали пилоты но вот сейчас пр гуннер андерсон пробует свои силы здесь и мы пожелаем ему удачи на вот в прошлом году у него не было возможности в 2009 пилотировать войти в какую-либо из заводских команд w rc но тем не менее вот крис миг который бьется над защитой а титула мы говорили о том что у него есть одна победа только в этом сезоне крису мигу нужно что-то сделать потому что в очки он попал только один раз помимо этой победы еще на предыдущем чемпионате ралли канарских островов который тоже был очень интересный обо всем хочется рассказать ралли канарских островов вообще проводилась 30 операций традиционной ралли для чемпионата испании но вот я думаю что достаточно эффектно заменила ралли астория в чемпионате rc мы получили еще одну горную гонку и будет еще ведь и модера присутствует а в чемпионате есть следующий этап который пройдет в бельгии это равнинный этап по асфальтовым трассам ралли и проестественной традиционной но затем будут зазорские острова и только после них модера но это и другое португальская территория и азоры и модера модера очень интересно всегда потому что это на гонке асфальтовые гордые по серпантином совершенно капризной погодой ян капецкий стартовал сейчас мы пожелаем удачи чешскому пилоту а ну что ж у него дома тоже будет в конце лета гонка в чешской республике баром ралли а в конце августа двадцать это начало это старт ну а затем уже в конце сентября ралли сан рэма смешанное ралли ралли традиционная кстати ралли очень интересная ведущая свою историю от давних-давних раллиных традиций настолько насколько мы можем называть их давными и конечно же два последних этапа это великобритания и китлер и чемпионат аэрси в этом сезоне продлится аж до ноября так что а он будет протяженный интересный вот мы видим показатели с вами андерсен бергунар андерсон трехсекундное отставание ну мы видим естественно по классу автомобиле этого невозможно избежать привыкает он к автомобилю естественно есть преимущество автомобилей категории супер 2000 может быть кэр гундер андерсон пересядет потом ну а что касается этого ралли то здесь еще она входит в чемпионат гравийный чемпионат гравийный трофи итальянская здесь выступают многие пилоты но вы знаете что и в испании и в италии есть отдельные гравийные и асфальтовые ралли вот там вырастают пилоты которые как-то привыкают прикипают какому-то одному покрытию но все-таки есть настоящие универсалы и одним из таких является ян капецкий я думаю ханин очень старается на асфальтовых этапах говорят что не совсем понимает это покрытие но тем не менее это один из лучших пилотов но я думаю что ни для кого не секрет что касается ханин на кстати его взаимопонимание с автомобилем а то оно так и не было найдено по крайней мере на первом спецучастке ханин очень жаловаться что никак как-то он не может понять машину и ее поведение но я думаю что затем уже после заезда в зону сервиса будет наверняка был наверняка исправлено все это потому как зоне сервиса побывали автомобили и все эти проблемы а были решены ну а что касается что касается продолжение до сегодня после монтегриги на еще будет ты унос но и затем только зона сервиса и вот если какие-то поломки произойдут здесь конечно за будет неприятно потому что им еще придется ехать так как пришлось ехать себастья мальчик франц вытман и вы видите что прекрасно настроение находится франц он получил возможность пересесть на автомобиль супер 2000 и вот так как пергона рандерсон сейчас не проигрывать потому что тоже ездил на лансере группы и франц витман сейчас на пежо категории супер 2000 это же 27 мы видим мы он готов к старту он немножечко сосредоточен но это естественно вообще он говорил что достаточно много они ездили на гравийных трассах достаточно много тестов а проводила команда на граниных трассах но тем не менее в этом сезоне гонку франц витман бугравии еще не проводил поэтому очень взволнован потом этой гонки но тем не менее очень и очень старается если брать результаты франца витмана для сравнения на предыдущем спецучастке то это будет это будет результат под номером шесть как раз и приехал франц витман приехал шестым проиграв арменину арменина тему арменину но у которого были а проблемы затем юбханин был четвертым паула андреучи стартовал очень здорово приехал в первой тройке на предыдущем спецучастке на не на предыдущем конечно на предыдущем прохождении этого самого спецучастка но вообще а паула андреучи сейчас является лидером потому как выиграла предыдущий дуб а то под номером 3 теперь под номером 2 наверное такой паула андреучи является сейчас лидером ралли а мьян капец кем присутствует на борту именно у чешского пилота здорово прибавил вот сейчас 10 километровая промежуточная отметка ноль разницы между временами ханнина и мика здесь на этой самой отметке так что они достаточно ровно идут по темпу и юбханин конечно мы перемещаемся к этому экипажу я думаю что будет контратаковать ну это будет очень сконцентрированная подойти а паула андреучи к этому этапу поскольку паула андреучи должен удержать свое либерство которое он сполотил может она и не очень большое и запас не такой уж огромный но тем не менее тому как андреучи очень здорово показал себя на спецучастке 15 километровом 14 половиной километров было все-таки не 30 километровый топ и здесь нужно иметь выносливость длинные спецучастки и цена ошибки здесь конечно же пыльчатери но и белья николя клинжер готовится к старту прослеживаем мы с вами продвижение юги ханина вперед и вот он поднимается уже фактически на пик этой горы и сейчас уже скоро начнется спуск ну а пока мы видим что капецкий был медленнее может быть на спуске будет комфортнее посмотрим пергун рандерсон пока вот мы с вами видим на 9 километровой отсечке есть отставанию пергун рандерсона она объясняет в классе автомобиля прежде всего естественно разница в весе и так далее и мы я думаю что будем наблюдать за бурку читин каян это турецкая пилотеса которая появится а в кадре чуть позже они стоит разговаривать достаточно интересный персонаж сожалению пробила она колесо на предыдущем спецчасткам тем не менее приехала в десятке и юхо ханин которые говорят что в общем-то открывать дорогу очень очень непросто на первом стартовал сепастиан азье но тем не менее азье проехал далеко не весь путь из-за пробоя и фактически открывал ее юхо ханин хотя стартовал через две минуты позже чем азье естественно пришлось очень очень непросто но ханин был осторожен задачей своей он справился а ой же потом начались проблемы с перегревом вообще придлось остановиться там на трассе так что можно сказать что мы уже потеряли фаворитов этого ралли и теперь уже ханин и капецки будет наверное проще ну хотя с присутствием паула андреущей его штурмана анны андреусе здесь все будет не так просто она и паула выступали вместе и на ралли мили мили знаете что традиционная ралли кстати тоже они раньше выступали на ралли арт ланса революшн 9 потом постепенно пересели все-таки а здесь юхо ханин смотрите какие опасные повороты я справляется с машиной юхо не потому что некоторые пилоты допускали ошибки и говорили о том что они слишком высокую скорость на спуске это бывает здесь нужно быть очень осторожным потому что по правую руку сейчас стена если задеть эту стену представляете что может помимо того что пока мне иногда бывают там за совершенно не ждешь и на ралли сардинии это был один из крыльгольных моментов когда еще ралли ходила в чемпионат мира в WRC когда проводилась там в порте черно ну а теперь конечно же задача немножечко усложнилась для пилотов которых есть опыт выступления на ралли сардинии все-таки им приходится по-новому открывать для себя это ралли и я думаю что это была дополнительная цель для Себастьяна Ажи потому что и существует ротация ивентов в чемпионате и сардиния рано или поздно вернется в чемпионат мира поэтому прописать стенограмму проехать это ралли заранее обязательно нужно и Себастьяна Ажи приехал сюда да и за помощью пижо конечно же очки нужны французскому производителю но это далеко не единственная цель и мы видели с вами неоднократно что пилоты приезжают сюда для того чтобы набраться необходимого опыта и в будущем поскольку эта ротация существует все-таки понадобится опыт понадобится прошлогодние стенограммы которые облегчат работу на предварительных проездах ну вот мы видим сейчас как осторожен юханин узнает что цена ошибки здесь очень высока и лучше может быть чуть сбросить темп чем вообще рисковать тому как нужно сохранить лидерский запас юхи ханин но он составляет сейчас у него 7 баллов перед яном капецкий соревнуется он преимущество преимущественно со своим напарником и команде они неоднократно приезжали оба на подвестали почетно на двух предыдущих этапах без двух пилотов заводского экипажа заводской команды шкода не обходилась ни на первом ни на втором и вот юхи ханин пока все в порядке слава богу все нормально ну вот уже флайм финиш проезжает юхи ханин совсем скоро мы с ним пообщаемся это первый пилот который финишировал здесь периодически нас будут с вами перебивать возвращать на финиш к экипажам которые финишировали потому что нам нужно получить важную информацию о том как пилоты проще снова ты крис миг а кстати мы говорим и видя здесь и бурку чистинка я так вот крис миг является ее хорошим другом и во многом помогает ей вообще бурку чистинка я вдохновлялась опытом мишель мутонна и спрашивает совета не только у криса мига но а сейчас мы с вами получаем долгожданное интервью и у инфруб морэс твой и секунд скомператором сравнении с от первым прохождением мы проехали на 20 секунд быстрее это матча и все посты до сих пор и все это все это не могу сказать что этого было легко по-прежнему а пройти эту трассу было непросто говорить июхахани но естественно мы говорили о том что крупные более Крупный гравий, да, был расчищен после первого прохождения. Во время второго прохождения трасса получилась чуть быстрее, чем во время первого. Естественно, Юга Канин сейчас остается первым. Мы ждем на финише и других участников, и Криса Мика, который в прошлом году выиграл фактически в одну калитку этот чемпионат. Сейчас все очень непросто, и нужно спасать не только его, но и Пежо в целом, а Рачусь, например, Себастьян Ажье, у которого, правда, начались проблемы, и Ажье было не так просто. Ну, а сейчас мы встречаем с вами Криса Мика. Секунды и семьдесятых время Криса Мика, может быть, не так он улучшил свой показатель по сравнению с Югой Канином. Встречаем автомобиль Криса Мика. Сейчас, пока Фоль Нейджел выполняет свои штурманские обязанности, получает все необходимые отметки, мы общаемся с Крисом. Ну, как вам борьба за ралли? Нормально. Утром было более опасно. А это вот я вспомнил, что такое настоящее ралли. Можно ехать быстро. Разница в темпе может быть очень разная. Я думаю, что мы можем быть на минуту даже быстрее. Вот что значит длинный спецучасток и требовательный спецучасток с перепадом высот, с характером. И Фергун Рандерсон. Посмотрим, куда мы впишем шведского раллиста, который, в общем-то, имеет огромный опыт выступления в ралли, включая чемпионат мира по ралли. Поэтому Фергун Рандерсон будет очень-очень стараться. Вообще, на самом деле, вот мы говорим сейчас, мы с вами смотрим спецучасток, второй раз мы смотрим Монте-Грегины. И очень многие критиковали организаторов за то, что шейкдаун проводился совсем в других условиях. То есть, трасса шейкдауна сама по себе, она с трассой ралли не имеет ничего общего по характеру. И вот, наверное, машина сбила с толку, потому что все-таки на шейкдауне работают, настраивают автомобили, работают над машиной, продолжают работать над машиной. Экипажи, конечно же, им это не очень понравилось. Но, что касается Фергунера Андерсона, то это 30-летний пилот из Швеции. Я говорила о том, что он является экс-чемпионом Junior WRC. И вот сейчас он, после того, как в 2009 году он не пилотировал в регулярном формате, сейчас все-таки более-менее возвращается на эту стезю. Вообще, он с 2002 года принимает участие в раллиных авиантах мирового масштаба. Пожелаем ему удачи. Здесь пока все в порядке, и техника не подводит. Все должно быть в порядке у Фергунера Андерсона. Хотя он говорил, что машину как следует не чувствовал на финише предыдущего спецучастка. Но если все-таки вернуться к его интервью, которое он давал после именно Монте-Грегины, то какие там могут быть эмоции, если Фергунер Андерсом пробил там колесо, то, конечно, каких-то позитивных эмоций от этого спецучастка услышать мы, наверное, не смогли. Но в любом случае, если сравнить с предыдущим временем, сейчас Фергунер Андерсу стоит не допустить пробоя для того, чтобы улучшить свои показатели на Монте-Грегина. Но я думаю, что он будет намного-намного более аккуратным. Посмотрите, вот мы можем сравнить, как идут автомобили. Даже визуально по темпу, конечно же, есть разница. И сложнее штурмовать подъемы с большим весом. И сложнее, конечно же, тормозить. Точка торможения сразу переносится, отрасывается немного назад. Если речь идет о спуске, здесь нужно быть намного-намного более осторожным и заблаговременным в плане торможения. Это естественно вполне. Ну что ж, нужно готовиться. Вот еще Азорский остров, который обязательно... Нельзя пропускать такие иветы. Но, правда, тут чередоваться. И следующее, это Ипор, совершенно равнинная, асфальтовая потом Азорая, наоборот, причудливая. Ну и затем уже, опять же, Мадера, асфальтовая, ну уже совсем-совсем горная, серпантинная. Апер Гунар Андерсон продолжает ехать. И мы тоже будем стараться палить за шведов, для того, чтобы он все-таки не допустил пробоя. Вы видите, что выступает на резине Пирелли. И чемпионат Арсия в этом плане очень демократичен, поскольку он не монополизирован никаким из производителей резины. И здесь у каждого свои шинники. Кто-то выступает на Югогаме, кто-то на Бейв Гудрише, кто-то на Пирелли и так далее. И Берг Гунар Андерсон показывает время. Ну, более полуминуты он проигрывает Крису Мику на этом спецучастке. И что скажет Пейджи, так как к нему и обращается, Берг Гунар? Вы сказали, что должны ехать быстро, но не вылететь с дороги. Но я не могу ехать быстрее, чем первый номер. Ну, мы чисто прошли, никаких проблем у нас не было. Я думаю, что где-то мы могли быть быстрее, чем мы были. Сегодня, но тем не менее, все спокойно, все ровно. Слава Богу, у Берг Гунар Андерсона все в порядке. И нам показывают Яна Капецки, чешского пилота, который сейчас продвигается под Россией, уже приближается к финишу. Ну, видите, как пыльно. И, опять же, камни, которые существуют всегда поблизости, тоже требуют удачи, удачливости от пилота. Но мы с вами получали картинку с вертолета, которая, конечно же, дает нам возможность получить картинку пейзажа, в общем-то. Ну и вписываем мы Яна Капецки на третью строчку. Пять с половиной секунд отставания его от крысы Мика, который, скорее всего, будет победителем этого спецучастка. Мы не знаем, но достаточно здорово он прошел в первый раз и во время второго прохождения. И вот пока у нас такая классификация сложилась. Финишировали четыре пилота. Мик Ханнин, Капецкий, Берг Гунар Андерсона. Ну, Берг Гунар Андерсона, если, естественно, будут тихонечку двигать сейчас вниз. Несколько секунд вы проигрываете самому быстрому пилоту. Может быть, у вас есть преимущество, но во втором прохождении уже не было такого преимущества, потому что здесь уже вообще трассы чистые. Но тогда мы потеряли очень много времени из-за повреждений, из-за пробоя. Но ралли длинное, и я думаю, что пока рано о чем-либо говорить, говорит Ян Капецкий. Старается Ян больше не допустить таких эпизодов. Там у него был поврежден, я напомню, передняя правая сторона. Ян Капецкий, это произошло на предыдущем спецучастке как раз-таки. Завтра у нас опять же начнется трансляция в 1.45 по московскому времени. И мы продолжим в 14.00 по Москве. Опять же, если вы счастливый обладатель айфона, вы можете загрузить результаты в режиме онлайн.